Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как правильно выделять в программе Adobe Illustrator. В Adobe Illustrator существуют два инструмента. Один из них выделение, второй прямое выделение. Мы поговорим про выделение. Это черная стрелочка. Особенно для тех, кто до этого не работал в программе, либо работал в CorelDRAW, возникают трудности. В чем отличие? Если вы работали в CorelDRAW, то вам нужно, чтобы у вас объект целиком попал в вашу зону выделения. То есть вы берете выделитель, нажимаете и тащите. Соответственно, что у вас попадет в эту зону выделения, у вас выделится. В Adobe Illustrator действует другой принцип. Все, до чего докоснется зона выделения, будет активно. Смотрите, даже если я возьму и проведу тонкую линию, все объекты и линии, которые попадут внутрь этой линии моего выделителя, станут активными. Это и удобно, и с другой стороны иногда неудобно. Поэтому, если вам нужно, например, выделить рукавчик, я могу снизу зацепить и выделить. Если мне нужны только полочка и нижние отстрочки, я могу таким образом выделить. Нужно просто немножко практиковаться. Вы нажимаете, растягиваете, и то, что попадает в эту зону, соответственно, становится активным. Также можно попасть на контур объекта, и он у вас тоже станет активным, подсветится цветом. Если вам нужно выделить 1, 2, 3 и более объектов, и растянуть на них выделитель не получается, вы можете это сделать при помощи клавиши Shift. Как это работает? При помощи мышки вы выделяете какой-то первый объект. После этого нажимаете клавишу Shift и выделяете те объекты последовательно, которые вам нужны. Притом, такое же выделение работает и в других программах, тоже с Shift. Выбираете только то, что вам нужно, и потом делаете то, что хотите с данными объектами. Группируете, перекрашиваете, деформируете то, что вам требуется. Еще раз, выделяете первый объект просто так, нажимаете клавишу Shift, удерживаете ее, и с нажатой клавишей Shift последовательно выделяете те объекты, которые хотите. После этого вы можете их редактировать. Надеюсь, что данное видео было для вас полезно. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте мне их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу, либо же запишу дополнительное видео. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok